Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вот и все И эти ребята не были ограничены ничем Ни песни Они могли рассказывать истории Петь, танцевать Это могли быть женщины даже Ничем Лишь бы комики пришли сюда снова И люди хотели Это нравилось И вот поэтому просто знаете Не думайте, что стендап Там есть классные термины Просто знайте Что стендап Это комедия себе О себе можете рассказать Как в истории Так в песне В танце С другом И это будет стендап Поэтому будь то Пашка Воли или Поперечный, или ваш пьяный дед на кухне, который кричит типа «Я считаю, что ваш Порошенко» — это тоже стендап. Так что, если вы готовы к скучной истории с датами, поехали. Условно, блин, это все для тебя было вообще, я верну обратно, насладись по полной. Так вот, условно, формат стендап-комедии берет свое начало от греческой паразии еще в 400-х годах до нашей эры. И так как это познавательная лекция, паразии — это форма крики «снизу вверх», при которой говорящий находится в неком подчинении относительно собеседника. То есть все люди на протяжении всей истории человечества, которые выступали перед публикой со смешными личными переживаниями, были стендаперами. Даже те же капзари, которые ходили по нашим дорогам, входят на роде стендаперы, потому что и те, и другие выступали за еду. Но что-то максимально приближенное к современному стендапу появилось в Южной Индии в XVI веке и называлось «Чикиаракотху». Это спектакль, в котором выступающий рассказывает эпизоды индуистских эпосов или просто личные переживания о каких-то текущих социально-политических событиях. Но несмотря на это, основоположником стендапа считается Марк Твен, который в 1866 году опубликовал записки из командировки на Гавайях, которые имели колоссальный успех. После чего издатель газеты предложил ему поехать в тур с лекциями по штату, где он получил еще больше популярности. И в итоге этих лекций было просто уймово. В них Твен критиковал американское общество и политиков, говорил, что власть должна быть только у народа и для народа, а иначе будут ухнятения одних другими. Идеи расизма, империализма, оскорбовое чувство верующих, хотя его жена была протестанткой, но кому это мешает. Даже была лекция под названием «Размышления о науке анонизма». Подумайте об этом, когда будете перечитывать Тома Сойера. И параллельно с Марком Твеном начали развиваться водевили в Америке, где среди мастеров бурлеска, джонглеров, фокусников начали появляться комедийные дуэты. И прошло достаточно много времени, чтобы кому-то надоело шутить перед людьми со сценками, и этим человеком стал Фрэнк Фэй, который... Работает машина. Который вышел на сцену один в смокинге и просто начал рассказывать всякие истории и анекдоты. И эта простота позволила ему зарабатывать 18 тысяч баксов в неделю. Но позже он впал в безызвестность из-за своих фашистских взглядов и антисемитизма, и избеяния жены. Но с кем не бывает, да? В дальнейшем развитие стендап-комедии проходило на курортах CatSkills в Нью-Йорке в 30-х и 40-х годах. В то время на летний курортах Borch Point в основном еврейские комедианты развивали унылый стиль монолога с персонажами боссом, тещей, подкаблучник. Но особенностью этого места было то, что там появился пионер стиль в онлайн. Это шутки в одну строчку. Генри Янгмен, который... Знаете, в чем суть? Это было очень важно, потому что он довел понимание структуры шутки до абсолюта. Ведь одно дело просто шутить перед публикой, а другое дело знать, почему и когда они смеются. И далее был человек, который сделал стендап основным юмористическим продуктом в Америке, Боб Хобб, который, помимо работы в Адевилях, начиная с 38-го года, был хозяин своей собственной радиопередачи. И вынужденный придумывать материалы для своих еженедельных радиошоу, он нанял команду авторов, которые писали ему шутки на тему новостей, сплетен, шоу-бизнеса. И это был значительный отход от всех Адевилей и нью-йоркских евреев, которые шутили только на заезженные темы. И это все привело к тому, что в 50-х годах происходит всплеск, появляется новая волна стендап комиков, которые отвергли механический стиль подачи и начали экспериментировать. А их популярность посодействовала посещение имеющихся тогда вечерних шоу, таких как шоу Эда Салливана. И вообще это было важно, потому что пошел рост не только количества комиков, но и качества. И одним из таких был Морд Сахаль, который вышел на сцену с ровной газетой в руках и просто начал говорить комментарии о текущих политиках или консервативном обществе 50-х годов. Комедия стала осо-социальной, то есть это был взгляд со стороны, который перестал быть просто хихи да ха-ха. Комедия, знаете, появилась точка зрения, которая указывала на все то, что умалчивалось в обществе. Афроамериканские комедианты, такие как Дик Грегори, использовали позицию в качестве комментариев о расовой напряженности в период задвижения гражданских прав. И я считаю, это было важно, потому что такие как раз темнокожие комедианты были тем фундаментом, чтобы сбылась мечта Мартина Лютера Кинга. Но самым влиятельным комиком этой группы был Лени Брюс, который большую часть своей ранней карьеры провел в стриптиз-клубах и барах, где разбил культ провокационной комедии. То есть у него вообще не было границ. Он шутил от морали в отношении секса и наркотиков, про религию, ему вообще было плевать, о чем шутить. И, естественно, власти это не нравилось, поэтому начали производиться периодически аресты за, как бы, непристойный материал. И знаете, что бы сделал нормальный человек? Он бы упростил свой материал, да? Сделал бы его попроще, но не Лени Брюс. Он делал его еще более брокационным, и в итоге аресты производились сразу же на сцене, а в конце концов ему просто запретили выступать. И смерть Лени Брюса в 1966 году от передозировки наркотиков укрепила его идеи и вдохновила остальных комиков на то, что стендап — это способ пользоваться первой поправкой Конституции США. И первым, кто воспользовался, был Джордж Карлин, который к 60-м годам уже был известным комиком, но именно в этот промежуток он становится голосом контркультуры, затрагивая темы войны, лицемерие среднего класса и собственное католическое воспитание. В итоге семь слов, которые вы никогда не сможете сказать по телеку, нарушили 14-ю поправку в жизни Лени Брюса, а через несколько лет сделали Карлин звездой. Хотя из-за них же у него было выступление в Верховном Суде США. Круто я сделал, да? Никто же не догадался, что это такое. Также в 60-х годах происходит сексуальная революция, которая масштабно укрепляет комики женщины. И свой пик она получила благодаря Лаванде Паидж, которая заслуженно считается королевой комедией. И это было важно, потому что до этого периода женщины обычно играли один и тот же архетип. Для вас, все девушки. Это были обычно слабые, глупые и красивые. А тут выходят на сцену такие, как Лаванда Паидж, и говорят, мужики, прикольно. Умели бы они еще заниматься любовью, цены бы мне было вообще. И в подробностях описывают все наши ошибки в постели. Это круто. Я хоть узнал о них, а что я делал неправильно. Также в это время начинают появляться стендап-клубы. И это важно, потому что перестали быть арендованные площадки и начали появляться свои собственные площадки для выступлений. А так как у юмора должно быть свое место, это прекрасно. Тогда же появляется Джерри Сайнфилд, тут обрезан текст. Тут его имя было. Нет его, прости. Так вот, и он начинает показывать миру комедию наблюдений. То есть когда комик делится своими личными переживаниями, опытом, который он пережил, но оказывается, что у всех он есть. И это удобно, потому что зрителям очень комфортно перестраивать себя на точку стать самим комиком. Вообще этот период был очень экспериментальным, потому что даже появляется великий Энди Кауфман, который начинал в нью-йоркских клубах представлять неумелым комиком-подражателем, а в сумме просто тестировал терпение аудитории, читав им вслух роман «Великий Гэтсби» или «Стирая белье на сцене». Появилась альтернативная комедия, это круто. Мода на самопародии достигла своей вершины с приходом Стива Мартина, который к концу 70-х годов продавал ареной на 20 тысяч мест. Побольше, чем здесь, конечно. А также комедийные бестселлерные альбомы. И все это пришло к тому, что комедия начала расти, и в Америке появилось 300 комедийных стендап-клубов. А ТВ-шоу начали постоянно к себе приглашать новых комиков. Но ключевым событием стало то, когда в 75-м году HBO дали спешл Роберту Клейну целый час без цензуры. Хотя еще три года назад Джордж Карлин был арестован в Миллоуке за профанацию. В конце 80-х годов происходит спад комедии из-за переизбытка комедийных клубов и ТВ-шоу с низкосредственными комиками. Все, что в Украине все время было. И важно понимать, что стендап-комедия, которая во многом зависит от общества и нюансов языка, она редко выезжает за свои пределы, за свои границы. Поэтому обычно в каждой стране своя стендап-комедия. И, возможно, вам было бы интересно послушать стендап в Советском Союзе, но его не было, простите. Потому что в Советском Союзе были не стендаперы, а эстрадные артисты. И я не я, если не попробую все это объяснить на дупом примере. Такой я человек. Все мы читали «Алису за зеркальем», и на первых страницах Кэрол описывает нам двух котят Дины. Первый из них черный, который играется, как ему хочется. У него нет образа. Он условно ограничен своей матерью и Алисой, которые следят за ним, чтобы он не интервел глупостей. Второй белый, который сидит зажатый в лапах у своей матери, которая его вылизывает. Знаете, он сидит в этом образе правильного ребенка. Он бы хотел играть с черным котенком, но обстоятельства не позволяют. И это эстрада. Потому что на эстраде все выступления в образе были знаны до последнего слова. И обычно даже не сам выступающий придумывает свои шутки. Это комедия без буквы «Я». Так что все эти комики в Советском Союзе, в странах СНГ, это была не комедия, это был юмор. И если кому интересно, то есть документальный фильм «История российского юмора», можете посмотреть. Поэтому всех этих ребят уважают, но мало кто на них равняется. Поймите меня правильно, их влияние на стена было просто посредственным. Но, если вы их знаете, то вы или разносторонняя личность, или старый. Решать вам, решать. В Британии также была очень сильная цензура, но там все было иначе. Потому что там стендап начал зарождаться еще в 18 веке в мюзик-холлах. И проблема была всего одна. Это режим управления лорда Чемберлин, который требовал от всех комедиантов, чтобы они предъявляли свой материал для цензуры. То есть все неприемлемые вещи подчеркивались синим карандашом, и комик переписывал свой материал, а потом повторял процедуру. И как раз появление послевоенных комиков совпало с ростом телевидения и радио, которые во многом помогали всему этому. Потому что, смотрите, в чем суть. Комики мюзик-холлов могли выступать с одним и тем же материалом годами, а телевидение составило постоянный спрос на новые материалы. И, возможно, как раз это послужило прекращением театральной цензуры в 68-м году. Благодаря чему стендап становится популярен среди студентов в университетах Оксфорда и Кембриджа, которые нам дали тех же Монти Пайтон. И Монти Пайтон, они были выше юмора, потому что они выходили за его пределы. Если Дэдпул разрушает четвертую стену, то Монти Пайтон разрушали стены бульдозером и просто выступали в поле. И, по сути, они вернулись к комедийным дуэтам из Вады Вилли, но их было шестеро. И, конечно же, их нельзя назвать стендаперами, но их влияние на стендап было колоссальным, потому что они первые начали шутить о правилах комедии. Это же великолепно. Вообще, стендап-комедия в Британии была повсюду, и в 70-х годах она аккуратненько перекочевала из мюзик-холлов в рабочие мужские клубы. И сразу уменьшен один вопрос у вас. В некоторые из них пускали женщин. В некоторые. После судебных разбирательств, после сор, но впускали. Не выступать? Нет. Так нельзя просто посмотреть, и не больше. Такая вот проблема. Также выступления проходили в фолк-клубах, которые нам дали того же Билла Коннолли. И это было плохо, потому что стендап-комедия, она была как бы дополнением к основному интертейменту. У нее не было своей площадки. И только в 79-м году в американском стиле был открыт Comedy Store в Лондоне, откуда вышел тот же Крейг Фергусон. Вы его узнаете по самому позднему шоу с Крейгом Фергусоном, который он провел 10 лет. Бросил, и теперь прекрасно занимается стендап-комедией. И в итоге появился один из самых известных комиков в Британии, Эдди Изард, который очень успешно выступал в США. И да, он кросс-дрессер. На этой точке, вот в 90-х, я сделаю паузу в этом потоке истории стендапа, потому что, как по мне, стендап по многому уже сформировался, и сильно не менялся, только совершенствовался. И, конечно же, сильный толчок дали интернет, YouTube, сейчас Netflix активно помогает. Но что насчет нас? У нас стендап начал популяризироваться после озвучки Владимира Загородни, стендап-спешл Эдди Мерфи Роу. Собственно говоря, из-за этой озвучки появилось, наверное, 70% всех комиков. И это очень круто. И если вы относитесь к тем людям, кто считает, что в Украине нет стендапа, то вот вам все украинские стендап-клубы. Как вам такое? И если вдруг вы решили, что вы можете выступить, то это прекрасно, но знайте всего одно, пожалуйста, правило. Ни в коем случае не начинайте свое первое выступление с фразы «Ой, здесь можно выступить пять минут? Прямо как мой секс». Все наступали на эти грабли, пожалуйста, не надо. И даже я. И не думайте, что стендап — это психолог, хорошо? Если у вас нет бабы, мужика, все дела, стендап не сможет это решить. Нет, это не доктор. А если вы хотите посмотреть комедию вживую, то в Харькове проходят четыре открытых микрофона. И это настолько круто, что прямо сейчас идет один из них. И в конце жирная точка. Если вы все еще думаете, что стендап — это несерьезно, вот вам небольшая история. Буквально пару месяцев назад у шотландского комика Дэниела Слоса вышел спешл, который называется «Пазл». И он там на примене «Пазла» рассказывал о том, что не стоит быть в отношениях с человеком только из-за страха одиночества. И что в мире 7 миллиардов человек, и вряд ли вы сможете найти свою вторую половинку в 20 километрах от дома. В итоге... 11 тысяч пар разошлись, отношения прекратились. Тут не видно, но было круто. 48 отменили помолвку, а 59 развелись. Вот вам и сила комедии, вот вам и шуточки. У меня все, спасибо. Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Есть стендап, он сейчас очень популярен. Насколько ты считаешь, что стендап — это искусство? Насколько это какие-то моментальные журналистские расследования? Ну, если это искусство, на твой взгляд, то почему? Так это искусство, почему нет? А почему, почему да? Типа в смысле, ты смотришь на картину, это искусство, да? Да, потому что она передает вечные ценности, и она производит впечатление о красоте. Так там тоже ценность. Смотри, какая проблема. Просто в картине ты смотришь на нее и сам уже что-то представляешь, а тут тебе комик рассказывает, то есть разжевывает все то, что ты мог увидеть в картине и придумывать. Тут ты просто получаешь уже готовые продукты. И в этом-то и проблема, что просто юмор, он очень не вечный. Очень мало шуток, которые, знаешь, со временем... У них есть срок годности, вот в чем суть. Например, тот же Роу, Эдди Мерфи, я пересматривал тысячу раз, и там все-таки проблемы... Давайте будем честны. Проблемы и измены в мире не меняются. Это было как при пещерных людях, так и при нас будет. Ничего не изменится. Просто есть вечная тема, а есть какие-то актуальные. Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Вы так, я понял, стендапер? Не-не-не. С чего ты так решил? Просто так. И хеклеры помогают стендапу или мешают больше? Еще раз. Хеклеры. Хеклеры. Для кого как? Я обожаю. Я обожаю, потому что это всегда, знаешь, новое общение. Ты так сидишь дома, готовишь шутку, все плохо, а тут приходит какой-то чувак, такой, да знаешь что. Да, вот. И у нас пошел диалог, и мы уже познакомились. То есть так для меня он никто, понимаешь, так он просто один из вас. А так я уже такой, типа, чувак, да? Ты тоже. Что такое хеклеры, простите? Хеклеры — это люди, которые выкрикивают из зала, если кто не знал, но это... Не надо так делать. Вопрос, который вы все ждали. Да. Нет, его не будет. Да нет, я передумал. Я ребенок, могу что угодно делать. Этот молодой человек меня обманул. Ну это мужчина, привыкай. Поэтому я люблю женщин. Я тоже. Выступление классным было. И выступление было классным. Спасибо большое. Дай мне такой вопрос. Чтобы стать хорошим стендап-комиком, необходимо иметь два качества. Это чувство юмора и открыто выражать свои мысли. Этого хватит? Нет. А что еще нужно? Дерьмовая жизнь. Честно. Честно. Вот в этом-то и суть. Заметьте, вы можете посмотреть, что обычно в самой лучшей стендап-комедии в странах, где все плохо. Как бы, хоть и не говорили, что в Америке все жикарно, там американская мечта, но там реально очень куча всяких проблем. И в этом там куча классных комиков. И реально твое чувство юмора никак не сформируется, если у тебя не было каких-то там, я не знаю, бухающей матери или деда, который тебя бил, или что-то такое. Обычно весь юмор прождается на зле каком-то, на агрессии. Так проще всего делать. Ты агрессивен на свою мать, и ты на ней шутишь. Например, моя мать, она... Ну, типа, я очень плохой стендап-комик, потому что, ну, меня мать любила, меня не били вообще в детстве. Моя мать однажды меня ударила, да, и после этого она рыдала два часа, потом пришла и извинилась. Мне, типа, хорошо, мне купили игрушки. Я мог таким классным комиком быть, а она такая, нет, Саш, я буду тебя любить, прости. Привет, я тут, да. Спасибо за очень крутое выступление. У меня есть такой вопрос. Хочется просто расширить рамки слова стендап, и что можно под ним подразумевать. Смотри, последую твоему примеру и задам тоже очень странный пример. Да, классно. Знаешь, видео с Гитлером, там, где он такой стоит, на него все смотрят снизу, люди, которые, возможно, даже пришли по своей воле, и он рассказывает свою идею, возможно, немножко пропаганды, и, возможно, немножко вставляет какой-то свой юмор. Очень странный, но свой юмор. Является ли это стендапом? Ну, это сложный вопрос, но, типа, если он... Я лично скажу, я не смотрел это выступление Гитлера, это какой-то особый спешл, да? Типа... Эксклюзив делишн, да? Не, ну, суть в том, что... Смотри, я же сказал, это комедия себе. Я уверен, что какие-то комики, посмотрев это видео, возможно, скажут, типа, Саш, ты дурачок, что ты натворил, типа. Но я думаю, что да. Все, что там про себя, там, где нет образа или чего-то еще, где он говорит, типа, я считаю, что Германия должна быть впереди, и говорит свои примеры из жизни, что, там, меня угнетали, поэтому я буду лучше, я думаю, что да, это больше стендап, особенно, когда такая публика, то есть, мне один, мне кажется, стендап-комик сможет собрать такую публику. Всю Германию, а? Ну ладно, там весь мир соберу, и все. Все его слушали, давай будем честны, даже те, кто его не любили, это же гениально. Не я это сказал? Это все, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok